друзья всем привет с вами александр и вы на канале world house pro сегодняшний выпуске мы будем говорить о канализации септик или биостанции что выбрать я думаю что каждый задавался этим вопросом если вас беспокоит выброс стоков с вашего загородного дома и возможно кто-то не задумывался и не знает об этом но септик и биостанции это абсолютно две разные вещи да они выполняют одну и ту же функцию но выполняются они по-разному то есть например вот сейчас мы видим биостанцию они септик и сегодня раскроем то чем они отличаются что лучше что хуже погнали а и так смотрите чем принципиально отличается биостанция от септика септик это по факту просто емкость от стойник он бывает из одной из двух из трех камер то есть можно сделать его по-разному схему и как это работает покажу чуть позже сейчас немножко просто в теории объясню то есть туда сливаются стоки они там отстаиваются в одной или в более камерах и как бы то что остается именно жидкая фракция жижа она утекает ее нужно сливать либо в какую-то дренажную канаву что не есть хорошо потому что вы загрязняете соответственно там прилегающую территорию вашего участка либо нужно делать какое-то поле фильтрации опять же это какая-то траншея канава с щебнем где просто все будет оседать со временем будет появляться запах но плюс обычного септика то что он автономен ему не нужна никакая электроэнергия если мы говорим о биостанции то это уже как бы некое инженерное сооружение где есть компрессор где может быть насос где есть в общем то то есть для нее нужно уже электричество нужно питание автономно работать она не может если у вас там на долгое время отключает электричество то есть если такое бывает то наверное этот вариант не всегда вам подойдет но не суть мы сейчас говорим просто о том чем они отличаются и собственно биостанции плюс в том что например биостанцию нужно гораздо реже обслуживать и не нужна техника для ее обслуживания о сферу не нужно выкачивать просто периодически туда нужно добавлять бактерии которые там находятся и выгребать вычищать ил которые образуются в процессе жизнедеятельности этих бактерий то есть фактически бактерии которые находятся в вашей биостанции, они питаются стоками, перерабатывают их, и остается осадок в виде ила, который нужно просто вычистить, выгребить и запустить еще дополнительно бактерии, если какое-то время у вас стояла станция без работы, и она будет дальше функционировать. Биостанция практически всегда находится наполненная водой, и ей не страшен повышение уровня грунтовых вод. Если же септик нужно периодически откачивать, то есть когда он наполняется, переполняется, его нужно выкачать, и он в какой-то момент становится практически пустой. И вот эта вот колба там с кубом двумя-тремя воздуха, ее начинает выдавливать из грунта, если у вас высокий уровень грунтовых вод. То есть если воды на вашем участке там условно в 30-40 сантиметров, а то и 20 выше от уровня грунта, от планировочной отметки участка, в этом случае вам придется якорить септик, то есть делать какой-то фундамент, заливать плиту, либо какие-то блоки класть, все это якорить, привязывать там тросами, либо приваривать арматурой. То есть есть разные варианты, но на эту тему можно снять отдельный выпуск, но сейчас не о том. То есть сам принцип, что септик нужно будет якорить, чтобы его не выдавило. Биостанции это не страшно, то есть практически ни в каких случаях, если биостанция установлена правильно, ее отсыпали, обратную засыпку сделали песком или грилей, а не грунтом пучинистым, ее не раздавит, то есть с ней ничего не будет, она смело переживет зиму, даже если она не будет там утеплена, то есть с ней никаких проблем не возникнет. С септиком же немножко все в этом плане сложнее. То есть вот принципиально это как бы вот такие основные моменты. То есть биостанция чистит ваши стоки гораздо лучше. Чем септик, если ее обслуживать и вовремя, как бы очищать ил, добавлять бактерии, в случае если вы ее долго не пользуетесь, они могут умирать, их нужно будет добавлять. То есть для биостанции нужно электричество, она не является автономной, а септик является. Биостанцию, чтобы обслужить, не нужна техника, она обслуживается вручную. Септик же нужно выкачивать машиной осенизаторской, выкачивать все, что там будет накапливаться от процесса вашей жизнедеятельности в доме. То есть все вот бытовые стоки. И биостанцию практически никогда не придется якорить и как-то фиксировать, потому что она всегда с водой, ее никогда не выдавит. То есть вот это вот основные такие принципиальные отличия. Теперь идем дальше. Я сейчас покажу схемы работы одного и другого и уже какой-то подведем итог и поговорим о том, что все-таки лучше выбрать в вашем случае. Итак, друзья, вот таким образом в разрезе у нас выглядит септик. То есть это вот такая вот большая условно бочка, они бывают разной формы, это просто взял для примера один из. И здесь есть у нас три камеры, то есть это трехкамерный септик. То есть это камера первая, это у нас камера вторая, это камера третья. И принцип работы этого септика таков, то есть сюда мы из дома сливаем стоки, то есть они здесь потихоньку накапливаются, накапливаются, в каком-то моменте они там становятся почти под самую горловину. Тогда у нас здесь есть вот такая труба для перетока, то есть по этой трубе, соответственно, мы передаем стоки уже во вторую камеру. То есть принцип тут таков, что в первой камере у нас все осело, то есть здесь ничего не очищается, здесь просто оседает твердый осадок внизу. Как бы жидкий осадок и жир остается на самом верху. Соответственно, что примерно с середины камеры мы начинаем перебрасывать более жидкие отходы во вторую камеру, где происходит то же самое. То есть если это классический септик без бактерий, то здесь получается так же, да, там более какие-то густые остатки, они остаются. Более жидкие перетекают далее. И уже с третьей камеры, то есть здесь по факту уже самая чистая вода, то есть она отстоянная, все осадки, которые там могли быть примеси, они осели. И уже с третьей камеры все это выбрасывается наружу. Но здесь получается, что мы не можем это просто выбросить куда-то на участок. Нам нужно делать либо поле фильтрации, то есть выкапывать траншею, засыпать щебнем, со временем будет появляться запах, либо выкидывать это в какой-то колодец. То есть это уже определяет, ну, каждый домовладелец сам. То есть суть в том, что септик, он не очищает ваши стоки там на, даже, наверное, на там 30-40%. То есть если биостанция, которую мы сейчас перейдем, очищает до 2%, да, остаток остается, то здесь где-то 30-40% точно. Поэтому обязательно нужен какой-то еще отстойник. Итак, друзья, теперь давайте рассмотрим схему работы биостанции. То есть биостанция, она, как правило, вот такой вот формы, то есть это она в разрезе, то есть она прямоугольная, она редко бывает именно круглая. И даже если она круглая, то она всегда расположена именно вертикально, а не горизонтально, как сама, самый обычный септик. Итак, здесь у нас есть 4 камеры, то есть они расположены все вот таким вот образом, то есть это вид сверху, а это, собственно, в разрезе. То есть здесь у нас поступает сток, и он попадает уже вот сюда вот в первую камеру. То есть здесь у нас, в общем-то, это такой же обычный отстойник, здесь никакого нету оборудования, с этого отстойника она переливается уже во вторую камеру. То есть когда переливаются стоки во вторую камеру, они попадают в зону аэрации. То есть здесь стоит компрессор, который подает сюда большое количество кислорода, здесь, соответственно, живут бактерии, которые питаются отходами, и здесь начинается формирование так называемого активного ила, который является уже переработкой всех стоков из дома. С помощью насоса, точнее, со второй в третью камеру у нас перекачивается активный ил, и бактерии, соответственно, здесь уже оседают, то есть здесь они перерабатывают все наши стоки, образуется ил, который перекачивается в третью камеру, здесь также есть еще бактерии, и здесь происходит основная очистка, то есть здесь все отстаивается, это некий вторичный отстойник, и чистая вода уже попадает в четвертую камеру, здесь происходит так называемая стабилизация активного ила. И уже в четвертой камере фактически у нас чистая вода, то есть если это новая биостанция, ее обслуживали, она работает корректно, очищать она должна до 98%, то есть стоков всего лишь отходов около 2%, то есть эту воду можно уже использовать как техническую. То есть, еще раз, принцип работы, что первая камера это некий отстойник для всех наших стоков, во второй камере образуется процесс аэрации, и бактерии поедают все отходы и образуется ил, вот его как раз-таки нужно периодически вычищать, но это делается вручную. В третьей камере этот тыл осаживается, и чистая водичка уже у нас уходит в четвертую камеру, то есть принцип работы немножко более сложный, эта система не будет работать без электричества, потому что не будет аэрации, не будет компрессор работать, не будет это все перекачивать. То есть, соответственно, если у вас нет электричества, нет возможности подвести к биостанции электричество, это, конечно же, не ваш вариант. Во всем остальном она, конечно же, выигрывает перед септиком. Если объективно сравнить септик-биостанцию, то биостанция проигрывает только в том, что ей нужно электричество, но, опять же, это субъективная такая, субъективная мера, потому что, если вы строитесь на участке, строите новый дом, то у вас 100% есть электричество, когда вы уже там живете и пользуетесь биостанцией. Даже если будут какие-то редкие перебои, ничего в этом страшного нету, бактерии не погибнут, там, если у них там даже сутки не будет электричества, не будет аэрации, то есть им нужна аэрация постоянно. Аэрация, соответственно, это компрессор, который работает от электричества, и он может спокойно, биостанция может прожить какое-то время без него. Только если у вас не заглубленная версия биостанции, у вас не принудительный выброс. Но, опять же, как накопитель, все равно биостанция будет работать какое-то время, то есть электричество появится, лишнее все откачается и переработается. В этом нет ничего страшного. Второй момент, это, конечно, стоимость. То есть стоимость биостанции на сегодня для средней там семьи, для среднего дома там 150-250 квадратных метров, это где-то около 100 тысяч рублей. Септик же стоит подешевле, это там, его можно купить за 50 тысяч рублей. Есть также альтернатива, на мой взгляд, абсолютно бессмысленная, это бетонные кольца. Там тоже есть много проблем, нужна нормальная гидроизоляция, это все текет, нужны там манипуляторы для монтажа. То есть это все, это нисколько не обходится дешевле. У нас есть еще видео более расширенное, где мы рассказываем вообще о принципах работы там и колец, и септика, и биостанции. То есть, ну, говорим еще о многих факторах, то сейчас видео просто для понимания, чем они отличаются, биостанции и септик. Если интересен септик из бетонных колец, как он работает, в принципе, тот же смысл работы, как у септика обычного, можете перейти по ссылочке в описании, мы ее оставим, и посмотреть тот выпуск в том числе. Собственно, у септика какие плюсы? Плюс это стоимость и, наверное, в общем-то все. То есть в обслуживании септик более дорогой, более накладный, потому что это обслуживание осенизаторской машины. Если вы живете где-то далеко, в области, там у вас нет каких-то городов поблизости, то вы просто будете достаточно дорого платить за откачку. А если в большом городе, там, условно, у нас там, да, в Ленобласти, это может стоить там полторы-три тысячи рублей, потому что осенизаторов очень много, то если в машине ехать дальше, это может стоить дороже. И вам нужно обязательно септик размещать где-то ближе к въезду, чтобы был доступ. Ну, шланги, да, тоже есть, но не всегда, да, там их можно растянуть там по всему участку, да и не всем это нравится, когда осенизаторская машина заезжает на участок, растягивает шланги, там что-то может капать, вам там испачкать брусчатку, еще что-то, это никому не нужно. Биостанцию вы можете обслуживать сами, то есть ее нужно просто периодически вычищать тил и, возможно, иногда добавить новые бактерии, все. То есть она работает в этом плане более автономно и более удобно именно пользоваться ей, соответственно, нежели септиком. Септик также необходимо якорить, я уже об этом говорил, иначе он может всплыть в биостанцию, якорить не нужно. И далее, в общем-то, вы можете сами принять решение, что в вашем случае лучше, то есть самое главное, что вы теперь понимаете, чем отличается септик от биостанции, то, что у них разный принцип работы, разный ценовой диапазон, ну и, конечно, разная степень очистки и удобства пользования. То есть биостанции однозначно я бы отдал предпочтение в удобстве и в качестве очистки. На сегодня, наверное, это все, я с вами прощаюсь, меня зовут Александр, команда World House Pro, всем пока!